Здравствуйте! В информационной студии телеканала «Север» Ирина Никешина. Сегодня вы узнаете. 27 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Все подробности в репортаже из детских дошкольных учреждений города Наринмара. Как уберечь себя и свою семью от мошенников? Почему в современном мире важно быть финансово грамотным? И где в Ненецком округе с малых лет обучают правильно обращаться с денежными средствами? Расскажем в этом выпуске. Одну золотую и две бронзовые медали привезли окружные многоборцы и воспитанники тренера Алексея Коткина из Благовещенска. Там прошел второй этап всероссийских соревнований по северному многоборью. 27 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают работники дошкольного образования. Его основная идея – обратить внимание общества на дошкольное детство в целом. А еще это повод поблагодарить воспитателей за тот труд и тепло, которое они отдают нашим детям. За многолетний добросовестный труд и вклад в воспитание подрастающего поколения работники детских садов получили заслуженные награды от главы региона, окружного собрания депутатов и профильного департамента. Детский сад по праву считается первой школой жизни. А профессия воспитателя и всех работников дошкольных учреждений требует от человека не только самоотдачи, но и огромного терпения и любви к своему делу. Воспитание детей в начале их жизненного пути – непростая задача. Так считает молодой воспитатель Любовь Балакшина. В профессии она три года – сразу после окончания педагогического института. Самое сложное – найти подход к каждому ребенку, а также подход к их родителям. Интересно наблюдать за детьми, как они развиваются, как они познают мир. И главное – ходить на работу с радостью, так как это делаю я с удовольствием. Педагогов и всех работников дошкольного образования Центра развития ребенка «Радуга» от имени губернатора округа поздравила его заместитель Наталья Сидорова. Работа воспитателя, ну, наверное, впрочем, как и всех тех, кто работает в детском саду, а это и младшие воспитатели, и психологи, и логопеды, и повара, и инструкторы по физической культуре, и музыкальные руководители. Да, это такая одна из самых сложных, но в то же время одной из самых доброй работы, которую мы с вами, вы делаете. И труд воспитателя, он – это работа такая кропотливая, ежедневная, и действительно, это очень высокое призвание быть воспитателем. Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня работников дошкольного образования прошли сегодня и в Центре развития ребенка «Аннушка». Поздравить коллектив и ветеранов детского сада пришли заместитель руководителя окружного профильного департамента Лиана Храпова и спикер регионального парламента Александр Лутовинов. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие дошкольного образования сотрудники «Аннушки» были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Бурными аплодисментами женская часть коллектива приветствовала инструктора по физической культуре Дмитрия Сухопарова, единственного в детском саду мужчину-педагога. Почетную грамоту Министерства просвещения за заслуги и достижения в сфере образования вручили заведующий детского сада Марине Хозяиновой. В «Аннушке» Марина Валерьевна работает уже 19 лет. Коллектив у нас дружно-исплоченный. Педагогический состав – это уже все практически стажисты, но у нас приходит и молодежь, которую мы учим, которую продвигаем вперед. Хочу сказать, что коллектив замечательный, потому что я сама уже работаю здесь 19 лет и могу сказать, что это дружные, сплоченные люди, которые в трудную минуту поддержат тебя, а когда тебе хорошо или ты достиг какой-то цели, они обязательно с тобой вместе порадуются. Я хочу поздравить всех коллег с нашим праздником, Днем дошкольного работника, пожелать им, конечно же, здоровья, конечно же, счастья, оптимизма. Но все дошкольные работники, они все оптимисты. Радости, удачи и творческих успехов. Для большинства наших детей детский сад – это второй дом. А профессиональный праздник работников дошкольного образования – хороший повод выразить воспитателям признательность за их заботу и внимание к подрастающему поколению. Вы услышите смех детворы, а за мной беззаботный, веселый, это к нашему дому спешат. Ни поседы, ни чонки, мальчишки, для вас вы радостный детский сад. Утро доброе, мальчишки, для вас вы радостный детский сад. Утро доброе, мальчишки. Александра Литкова, Ирина Никешина, Антон Ведряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». День приема родителей и дошкольников состоялся сегодня, 27 сентября, в региональной приемной партии «Единая Россия» в ДК «Арктика». Это третье подобное мероприятие, которое проходит при содействии Всероссийской общественной организации «Воспитатели России», поддержке политической партии «Единая Россия» и фонда президентских грантов. На вопросы родителей отвечают начальник управления образования, молодежной политики и спорта Ненецкого округа Лиана Храпова и координатор партийного проекта «Единая Россия» в регионе Татьяна Бадьян. Третий Всероссийский день приема родителей и дошкольников не случайно совпал с профессиональным праздником воспитателей. Сегодня региональные общественные приемные партии «Единая Россия» по всей стране распахнули двери для родителей, чтобы те могли поделиться своими проблемами и предложениями относительно организации процесса воспитания детей. Ненецкий округ не стал исключением. Первый вопрос, который беспокоит маму-дошкольницы Александру – организация питания в детских садах города. В каждом садике свой режим питания определен, в некоторых моментах и по времени, и по объему пищи, и само меню. Оно тоже действительно как бы разнится. И ребенку сложно переходить от одного меню к другому. Почему бы не сделать в дошкольных утверждениях единое меню? Кроме того, родительница предлагает пересмотреть рацион, чтобы блюда, которые подают в саду, были более адаптированы к детским предпочтениям. Безусловно, интересное такое предложение. На самом деле, для департамента есть над чем поработать и подумать над чем. У нас на следующей неделе будет совещание руководителей образовательных организаций, региональное совещание в рамках Дня учителя, празднования 90 лет системы образования. И поэтому, безусловно, мы готовы даже рассмотреть на этом совещании. Следующие два вопроса от родителей касались медицинского сопровождения в детских садах. В частности, семья Вокуевых обратилась с проблемой, возможно ли родителям взаимодействовать с медицинскими учреждениями, минуя руководителей детских садов. А именно решать вопросы вакцинации ребенка непосредственно с врачом, а не с заведующей детским садом. Нет именно такого четкого взаимодействия об обязанностях. То есть, медицинский работник занимается медицинской частью, а работник образовательной организации занимается образованием и воспитанием детей. То есть, не должно быть такого, что дети с родителями, ну, точнее, родители при поступлении в детский сад несут туда не только заявления, медицинские документы, которые они несут заведующей. Это вообще медицинская тайна, заведующая в принципе не должна видеть, чем болел мой ребенок. По мнению координатора партийного проекта «Единой России» в Ненецком округе Татьяны Бадьян, проблема, которую подняли Вокуевы, актуальна. А чтобы найти компромиссное решение, необходимо встретиться с представителями сферы здравоохранения. Я думаю, что на медицинских работников большая нагрузка. У них очень большая нагрузка там. Алла Павловна Муратова, она просто их настолько берегает, потому что на сегодняшний день она все время говорит о том, что педиатров нет, нехватка кадров. Вот, потому что мы ведь начинали... Она накладывается на взаимодействие. Да, да, да. Но тема эта все равно совершенно справедлива, поэтому мы как бы на два направления разобьем. Леона Анатольевна записала, что по взаимодействию педагогических и медицинских работников это в наших силах. Еще раз обратить внимание, заслушав хотя бы, как идет вакцинация детей. Кроме того, родители считают, что медики должны больше уделять внимание детсадовцам непосредственно в образовательном учреждении. На сегодняшний день действия врача весьма ограничены. И в случае, если ребенку действительно срочно необходима квалифицированная медицинская помощь, то оказывать ее могут только в присутствии родителей. Работа над обращениями, поступившими от родителей сегодня, будет продолжена. На нашем уровне я хотел бы провести рабочую встречу, без галстуков, неформальную, с представителями медицинской сферы и с представителями детских садов. Чтобы и те, и другие озвучили, как они видят выход из ситуации, которую озвучила семья Вокуевых, например, вопрос вакцинации. И все-таки я на 70% уверен, что мы найдем выход из ситуации, как минимум, в том ключе, чтобы информировать родителей. Кроме того, Максим Арбузов подчеркнул, что необходимо проводить такие встречи не только с родителями дошкольников, но и всех учебных заведений города, чтобы сообщать решать насущные проблемы. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Как уберечь себя и свою семью от мошенников? Почему в современном мире важно быть финансово грамотным? И где в Ненецком округе с малых лет обучают правильно обращаться с денежными средствами? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа получила в Ненецком региональном центре развития образования. Там прошел семинар «Финансовое мошенничество». С подробностями Любовь Пермякова. Специалист Центробанка России рассказывает о самых распространенных видах мошенничества. С каждым годом схемы аферистов становятся изощреннее. Один из популярных способов – вымогательство денег у россиян – звонок с незнакомого номера или сообщение об одобренном кредите под страшно выгодный процент. Этот вид мошенничества работает безотказно. Как не дать мошенникам себя обмануть – главная цель сегодняшнего семинара. В нашем регионе, чтобы обезопасить жителей от псевдобанков и их лжесотрудников, а также повысить финансовую грамотность, разработан план мероприятий. Центр развития образования активно участвует в его реализации. Мы сотрудничаем активно со Сбербанком и также с Департаментом финансов и экономики Ниньского автономного округа. В прошлом году мы реализовали целый ряд мероприятий. Мы участвовали в неделе финансовой грамотности на федеральном уровне, провели экономический диктант для наших педагогических работников и всего населения Ниньского автономного округа. Также мы провели ряд лекций по финансовой грамотности для наших школьников и для наших педагогических работников, и для всех желающих. Также по договору со Сбербанком существуют две пилотные площадки по финансовой грамотности. Одна из них создана на базе детского сада «Кораблик», вторая находится в пятой школе. Инновационная площадка для детей и молодежи в образовательном учреждении успешно работает уже второй год. Безусловно, ведется целый ряд мероприятий. Это, во-первых, лекционный характер во время уроков, во-вторых, это курс видеоуроков от Центрального банка Российской Федерации, так называемые онлайн-уроки по финансовой грамотности. Ряд конкурсов, викторин, экскурсии, в частности, расчетно-кассовый центр. Сбербанк предоставлял нам площадку для экскурсий. А почему, как вы думаете, в современном мире нужно быть таким финансово подкованным? Я задавала этот вопрос ученикам. Они первое, что ответили, это важно не наткнуться на мошенников. Важно обладать этой информацией, в первую очередь, для себя, для своих бытовых знаний, чтобы уберечь родителей, себя самого и друзей. В регионе ведется обширная просветительская работа департаментом финансов, средствами массовой информации, социальными службами и сотрудниками УМВД России по Нинницкому округу. Но, к сожалению, число обманутых граждан продолжает расти. В общей структуре мошенниц 62% составляет деяния в сфере информационных технологий. Несмотря на реализуемые мероприятия, в конце июня, в течение нескольких часов, в управление поступили заявления от шести граждан, в отношении которых совершены хищения с банковской карты. При этом с данными людьми, сотрудниками полиции проводились профилактические беседы. Одна из самых распространенных схем мошенничества с банковскими картами выглядит так. Вам звонят из банка, представляются работниками службы безопасности и сообщают, что с вашего счета произведен несанкционированный денежный перевод. Предлагают решить проблему по телефону. На такую уловку уже не раз попадались жители региона. Пошла, как он сказал, банк, сняла со своей карты 165 тысяч рублей. Все это время я разговаривала с ним по телефону. Потом он сказал, чтобы деньги сохранились, нужно их положить на счет в Яндекс.Кошельке. А на следующий день я получу новую карту, и эта сумма будет уже на ней. Я так и сделала. Не менее распространенной схемой обмана являются фиктивные интернет-магазины или сайты двойников реально существующих торговых брендов. Мошенничают и, так сказать, частники, граждане, которые якобы продают какой-либо товар. Так житель Наринмара Евгений по собственной воле остался без денег и снегохода, на который успел оформить кредит. При покупке в интернет-магазине его не смутило то, что деньги нужно перевести до отгрузки товара. В мае я решил купить снегоход. В интернете наткнулся на выгодное предложение от компании «Фас Моторс». Сразу же позвонил туда, мне сказали, что доставят технику бесплатно. Отзывы были только положительные, поэтому я в июне все-таки решился и взял кредит в банке в покупку данного снегохода. После подписания электронного договора при помощи сберуток онлайн я перевел в «Фас Моторс» 670 тысяч рублей. По словам специалистов, 90% мошеннических операций с банковскими картами происходят только потому, что люди не знают, как правильно поступить. При покупке товара и услуг в сети интернет необходимо заходить только на проверенные сайты. В интернете никаким образом не рекомендуем осуществлять денежные средства с банковских карт в пользу физических лиц, которые торгуют товарами или услугами, так как это является часто мошенническими действиями. При этом банк прилагает все усилия, чтобы сохранить денежные средства клиентов. Но мошенники тоже не сидят сложа руки, а придумывают новые схемы электронных краж. Специалисты напоминают, что сотрудники банков никогда не звонят клиентам для уточнения какой-либо информации. При возникновении каких-либо сомнений можно обратиться в колл-центр по телефону с обратной стороны банковской карты и уточнить при любых подозрениях. Никаких движений и так далее, денежных средств, пин-кодов и так далее наши сотрудники не спрашивают. Помните золотые правила. Всегда проверяйте информацию, не сообщайте никому данные своей карты, не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия с якобы высокой доходностью. Если вас обманули, обращайтесь в полицию. Одну золотую и две бронзовые медали привезли окружные многоборцы и воспитанники тренера Алексея Коткина из Благовещенска. Там прошел второй этап всероссийских соревнований по северному многоборью, где наш регион представляли Антон Латышев и Мария Канева. Накануне спортсменов и их тренера чествовали в окружном собрании депутатов. Антон Латышев начал заниматься многоборьем в 20 лет, когда вернулся из армии. Признается, опоследовал примеру своих братьев. Это я за братьями пошел. Они уже занимались. Вот они меня пригласили. Перед армией меня они еще первый раз позвали. Сказали, что Алексей Николаевич узнал, что есть третий брат и сказал, пусть он приходит тоже. Вот они меня позвали, пришел, попробовал. В принципе, понравилось. Поставил себе определенные цели и пока что пытаюсь их достичь. Начиная с 2017 года, со всех всероссийских соревнований по национальным видам спорта, где ему приходилось участвовать, Антон привозит медали. В копилке его личных достижений порядка семи наград, в том числе три золотые. Из Благовещенска спортсмен привез золото и бронзу, показав хорошие результаты в беге с палкой на три километра и прыжках через нарты. Сложно, на самом деле, ничего такого не было. Самый сложный – это переезд, потому что слишком далеко лететь, плюс часовая разница еще большая. А так, по соревнованиям, в принципе, подготовка была летняя хорошая. Так что по соревнованиям ничего сложного, в принципе, не было. Вместе с Антоном Ненецкий округ на всероссийских соревнованиях по национальным видам спорта в Благовещенске представляла Мария Канева. Девушка завоевала бронзовую медаль в прыжках через нарты. Ребята занимаются национальными видами спорта под руководством опытного тренера по северному многоборью Алексея Коткина. Результатом своих воспитанников Алексей Николаевич доволен, отмечая, что выездные соревнования помогают спортсменам ставить перед собой новые задачи и работать на результат, добиваться успеха. Эта поездка состоялась при финансовой поддержке из окружного бюджета. Если возможность есть, и нам дают такую возможность, и выделяют деньги, мы, конечно, стремимся выехать и побороться уже с сильными спортсменами России. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов и вице-губернатор округа Наталья Сидорова поблагодарили ребят и их наставника за достижение высоких результатов в спорте. Алексею Николаевичу вручили памятную медаль за вклад в развитие округа. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Напомню, наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала «Север» в социальной сети ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Телеканал «Север»